добрый день я очень рада видеть постоянных получается слушателей своих лекций ну и рада всем новым кто присоединился сегодня я постараюсь наверное в конце сегодняшней лекции оставить чуть побольше времени на вопросы которые я думаю накопились еще с предыдущих наших встреч бесед ну а сегодняшняя лекция будет посвящена новоанглийскому пуритонизм опять же таки тема очень обширная безбрежная я в меньшей степени буду касаться каких-то возможно сугубо теологических религиозных аспектов этого движения течения а в большей степени буду говорить наверное о политической концепции новоанглийского пуритонизма и о той роли какой вот идеи пуританства в америке сыграли и все-таки вызревание американской революции в этих настроениях протеста которые в конце концов приведут к американской революции но собственно говоря колонии напомню очень быстро бегло до первая пуританская колония в америке была основана в 1620 году это был новый плимат но куда более масштабный пуританский исход начинается в 1630 году с основания массачусетса и чуть позже небольшие поселения колонии будут отпочковаться от массачусетса и в 1636 году возникнет рода линд двумя годами позже возникнет колония коннектикот еще чуть чуть попозже там возникнет не его и вот в результате конечно пуританская новоанглия традиционно ассоциируется с таким демократическим политическим мышлением строем и так далее вот в чем собственно говоря истоки вот этих принципов они очень эти идеи многообразные и особенность новоанглийского пуританизма состоит не только в том что самого начала основания колонии начинается довольно такая интересная дискуссия внутри самого этого сообщества да внутри колоний эта дискуссия становится достоянием и более широкой такой протестантской общественности европейской потому что пуритании активно пользуются возможностями публикации своих проповедей сочинений вот то есть малейшие вот так сказать несогласия дискуссии которые возникают в рамках новоанглийского пуританизма они становятся достоянием довольно такого широкого круга людей к тому же собственно говоря очень быстро заработает и печатный пресс в самих этих колониях новой англии это колонии северо-востока до северо-востока атлантический север северный северо-восточной до части нынешних соединенных штатов но еще что очень важно скажем так различные представители различных течений внутри пуританизма получит возможность на практике воплотить в жизни свои идеи отличные от скажем так вот некого массачусетского образца то есть тот же рода айленд или коннектикут основан людьми которые в общем не согласились с массачусетса да вот с теми принципами которые были положены в основу этой колонии вот но первоначально да вообще собственно говоря одна из проблем которые до сих пор волнует исследователей как же мы можем определить политический строй который господствовал вот в этой главной колонии пуританской в массачусетсе в цитадели такой пуританизма в новом свете потому что в историографии мы встречаем совершенно разные оценки и чаще всего конечно массачусетс ассоциируется массачусетский строй с теократии в то время как целый ряд исследователей тут еще тоже зависит и от политических взглядов самих исследователей когда они анализируют политический строй массачусетса но многие исследователи будут говорить о несомненном демократизме вот политического устройства массачусетса когда все должности политические скажем тогда должности в системе светского управления все эти должности были выборными с другой стороны целый ряд исследователей указывает на то что избирали постоянно одних и тех же людей то есть рассуждает о некой олигархичности этого вот такого политического образования и вопрос конечно очень сложные и интересные потому что массачусетс безусловно в полном смысле этого слова нельзя назвать теократии потому что священники не могли избираться в органы светского управления но они обладали довольно серьезными рычагами влияния на складывавшийся политический строй и прежде всего это были ну как бы мы сейчас сказали люди которые но скажем так были так сказать влияли на на мнение на поскладывали на складывание общественного какого-то мнения представлений до в обществе и вот на экран выведена цитата из джона коттона джона коттона зачастую называет таким духовным вождем вот массачусетских пуритан в 30-е 40-е годы в начале 50-х годов 17 века вот он задается этим вопросом как же можно определить политический строй массачусетса и говорить что это не демократия да потому что рычаги управления в руках правителей они народа но ведь правители это избирают фримены это тоже такой вопрос довольно сложный но для джона коттона сама демократия то есть когда правит народ противоречит основной британской доктрине доктрине земного призвания согласно которой вот некое особое призвание в том числе и править принадлежит очень скажем так узкой группе людей но здание вот это массачусетской теократии хотя она не теократия в полном смысле этого слова вот то что создали пуритане в массачусетсе это активно критикует их же единоверцы да и вот несмотря что критикуются да с одной страны в массачусетсе пуритане которые основывают массачусетс они смогли воплотить в жизнь то главное требование которое характерно было для пуритан в старом свете они смогли отделить казалось бы церковь вот от институтов светской власти но это отделение носит во многом такой все таки формальный юридический характер потому что все таки священники обладали всеми возможностями влиять на принятие политических решений не входя действительно не входя не принадлежа к органам светской власти но у них был колоссальный авторитет и к их не прислушивались ними советовались что еще так сказать было характерно для вот самого здания скажем так вот этой вот здание возведенного пуритальной политической до системы этой характерно было представление об особом договоре вот здесь это звучит может быть как-то очень абстрактно и сложно как концепция национального ковенанта дело в том что массачусетские пуритане себя воспринимали как богоизбранный народ и с этим народом как когда-то с древним израилем господь бог заключил как им казалось совершенно особый ковенант то есть он их избрал и ковенант этот договор да он их избрал соответственно будет осуществлять будет помогать до осуществлять вот этот вот пуританский эксперимент на земле нового света но у притана массачусетцы есть и конечно свои обязательства перед господом богом они не должны не на так сказать вот не на шаг отступать от выбранной линии от выполнения своей такой божественной миссии на земле нового света и поэтому такое опять же таки влияние приобретают священники в вот в массачусетцев и вообще в колониях новой англии но с одной стороны господь бог избрал вот этих людей он всячески по их мнению помогает в осуществлении пуританского эксперимента но дальше люди заключают уже иной так называемый социальный ковенант для чего они его заключают для того чтобы как раз создать органы управления создать вот органы светской власти и здесь даже по мнению ну скажем так наиболее на таких ортодоксальных консервативных священников новой англии господь бог не предписывал каких-то прям конкретных форм политического устройства вот здесь господь бог оставляет людям ну определенного рода свободу творчества и вот вот скажем так в рамках этой свободы до которая дана людям и начинается довольно интересные и политические такие дискуссии и идеологические дискуссии при вот как раз попытках и вообще проработках различных вариантов пуританского эксперимента самым радикальным критиком массачусетских пуритан становится очень харизматичный пастор священник будущем основатель колонии Рудайленд Роджер Уильямс Роджер Уильямс оказывается в колониях в колонии Массачусетс в 1633 году и изначально привлекается внимание и прихожан пуританских церквей конечно руководство колоний своими достаточно радикальными воззрениями в чем так сказать был радикализм Роджер Уильямса но сначала он сделал заявление которое не могло не обеспокоить власти Массачусетса Роджер Уильямс заявил о том что вся земля нового света принадлежит индейцам а вовсе не европейским колонистам которые борются друг с другом конкурируют за обладание землей нового света и Роджер Уильямс высказывает мысль о том что нужно договариваться с американскими племенами этот человек на самом-то деле и привлечет к себе такое внимание вот широкой скажем так общественности английской прежде всего потому что он сможет опубликовать впервые сочинения в котором так сказать в центре внимания будут американские индейцы эта работа называется ключ к языкам Америки это на самом деле даже не исследование языков Америки это мы бы сейчас назвали некоторого рода такой разговорник в котором вот какие-то индейские слова и выражения сгруппированные по основным темам то что касается там религии или так сказать жилищ которые строят индейцы или их вот какой-то племенной организации и так далее но Роджер Уильямс наконец издаст то что так долго ждала английская публика действительно вот был очень серьезный такой запрос на определенного рода информацию все-таки описание жизни индейцев в Северной Америке и Роджер Уильямс во многом благодаря вот своей такой позиции крайне пацифистской миролюбивой в отношении индейцев сможет выжить на земле Северной Америки потому что его он будет приговорен к изгнанию с территории Массачусска он так сказать его он будет подвергнут этому изгнанию зимой 1636 года и если бы не соседнее индейское племя которое ему дает приют он вряд ли бы смог бы выжить в тех условиях и он становится наиболее таким жестким критиком Массачусска не только потому что безусловно он обижен был на эту колонию которая его изгнала но и потому что Роджер Уильямс великолепный теолог человек с очень серьезным таким университетским образованием подготовка он закончил вот этот знаменитый Эммануэл колледж в Кембридже который как раз и был рассадником пуританизма в Англии он был очень харизматичным священнослужителем то есть все отмечали его степень скажем так влияния на прихожан на тех людей которые приходили его слушать и он во многом вот настолько так сказать подверг критике то что построили в Массачуссце что некий такой ареал святости с массачусска эксперимента в общем слетит под воздействием как раз его публикации главное о чем будет говорить Роджер Уильямс что порядки в Массачуссце не имеют абсолютно никакой особой божественной санкции потому что нет больше этого единого богоизбранного народа которым был когда-то древний Израиле поэтому все претензии Массачуссца на обладание скажем так истиной знание что есть истина ну скажем так эти претензии не имеют под собой никаких оснований и он выступает за абсолютно последовательное разделение институтов светской власти и церкви и говорит о том что даже если его взгляды религиозные взгляды каким-то образом возможно были ошибочно неправильно то он должен был быть отлучен от церкви но никоим образом не изгнан из колонии и он говорит о том что церковь не должна принимать никакого участия вот в политической жизни той или иной колонии но на самом деле Роджер Уильямс прославится еще и тем что вот его основное сочинение которое он публикует называется кровавый догмат преследования за дело веры он прославится еще и тем что потому что в дискуссию с ним вступит вот как раз духовный вождь Массачуссца Джон Коттон человек на тот момент куда более знаменитый чем Роджер Уильямс и скорее так сказать внимание протестантской общественности будет привлечено к этой дискуссии именно из-за участия в ней Джона Коттона в то время как ну в современной скажем так Америке и мире мало кто вспомнит Джона Коттона скорее будут говорить о Роджер Уильямсе потому что именно этот человек основал Род-Айленд до сих пор существующий штат в Соединенных Штатах но и есть такой международный мемориал протестантизма в Женеве где каждый континент и там страна представлена наиболее выдающимся своим представителем так вот вот в этом Женевском мемориале очень таком так сказать вот масштабном внушительном Америка представлена именно Роджером Уильямсом и Роджер Уильямс рассуждает о том что благо народа совершенно не зависит от того какую веру исповедует его правитель да ведь общее благо остается общим благом даже если правитель и слыхом не слыхал о христианстве но это конечно совершенно уже очень радикальное заявление для середины 17 века да это сочинение было издано собственно говоря вот первое издание кровавого догмата она была издана в Лондоне в 1644 году собственно говоря вот все эти рассуждения пуританские того же прежде всего конечно Роджера Уильямса в 40-е годы касающиеся вот политического устройства общества мне конечно эти все рассуждения оказываются удивительно созвучно самой эпохи английской революции да и тем же рассуждением вот Томаса Гоббса да я здесь привожу цитату из Роджера Уильямса который оказывается ну почти текстуально похоже на изречение Томаса Гоббса Роджер Уильямс объясняет зачем возникает государство и оно возникает с его точки зрения как общественный договор да оно создается людьми для того чтобы удержать людей в гражданском состоянии в мире да в противном случае мир был бы похож на море где люди подобно рыбам да пожирали либо друг друга то есть это очень похоже на да вот эту метафору Томаса Гоббса войну всех против всех то есть очень много мы видим скажем так каких-то и текстуальных таких аллюзий схожестей вот когда мы смотрим на сочинение новоанглийских пуритан этой эпохи ну и возможно самая известная цитата из Роджера Уильямса так что-то у меня переключается на небольшой умелец вот на самом деле если не знать что эта цитата взята из абсолютно теологического сочинения это кровавый догмат преследования за дело веры это глубоко такое богословское религиозное сочинение где так сказать Массачусетс критикуется и порядки в Массачусетсе критикуются потому что Роджу Уильямс был прекрасным знатоком священного писания он использует там совершенно свою особую такую типологическую трактовку Библии и так далее все конечно основано на прекрасном знании вот этих священных текстов но если мы читаем эту цитату да суверенитет источника основы гражданской власти принадлежит народу а раздел обстоит таким образом то народ вправе создавать и устанавливать ту форму правления которая покажется ему наиболее соответствующей применительно к его гражданскому состоянию и очевидно что такие органы управления которые созданы учреждены народом имеют не больше власти не больший срок полномочий чем это установлено гражданской властью или народным согласием и разрешением не только разум еще очень важное слово делает это очевидным но и опыт всех государств которых народ не был лишен еще очень важное слово естественность свободы тиранической власти почему вот очень важно на мой взгляд просто это цитата мы понимаем что вот уже в первой половине 17 века существует определенного рода глоссарий который конечно будет постепенно наполняться куда более еще радикальным содержанием исследователи это вот когда говорят об этой цитате они сравнивают и почти текстуально с декларации независимости который пишется томасом джефферсоном и я не думаю что томас джефферсон ну прям напрямую был знаком с сочинениями роджера уильямса но томас джефферсон пишет текст декларации независимости спустя сто с лишним лет после вот этого текста и очевидно что вот он как раз опирается уже на фундамент и мысли которые существуют он опирается на те настроения на те взгляды которые начинают постепенно да в течение там вот уже нескольких поколений после роджера уильямса начинает господствовать в этом обществе вообще это очень интересно роджер уильямс был очень глубоко верующим человеком все его критики как бы так сказать возможно не относились к нему иногда достаточно там поскольку серьезно его так сказать взгляды религиозные там осуждая никто не сомневался в скажем так в силе и искренности его веры и для роджера уильямса скорее все-таки когда вот он рассуждает о создании вот институтов гражданской власти до системы управления я думаю что для роджера уильямса самым главным было все-таки создать вот некий оптимальный вариант британского эксперимента который был бы ну скажем так приятен и угоден богу я не думаю что он вот в тот момент когда он пишет эти сочинения прежде всего думает об общественном благе о счастье людей но постепенно вот в этом пуританском дискурсе все большее и большее звучание приобретает вот именно это слово сочетание счастье людей и вы помните наверное что декларация независимости прежде всего вот эта знаменитая формулировка которую томас джефферсон добавляет в список основных естественных прав людей жизнь свобода и стремление к счастью и сколько уже поколений исследователей пытается объяснить почему счастье почему не собственность которой вот эта традиционная отряда из джона лока да а почему именно стремление к счастью разные совершенно варианты объяснения этого существует и я не буду никоим образом где сейчас даже таскать вот по этому поводу как дискутировать углубляться в это но я сейчас покажу даже вот в названии некоторых пуританских трактатов вы увидите слово счастье которое столь важно для вот этих мыслителей когда мы говорим об общественном договоре а на самом-то деле для пуритан всех мастей и для таких радикалов как роджер уильямс и куда более умеренных пуритан которые создавали массачусет для них вот еще раз повторюсь власть создается благодаря некому общественному договору ну или говоря словами вот массачусетских пуритан вот этому социальному ковенанту договору среди людей но а когда создается власть вот эти у нас есть ну скажем так две стороны этого договора есть правители есть управляемые и если вот в семнадцатом веке все таки основной акцент в новоанглийском пуританизме но если мы будем смотреть на основной скажем так такой мейнстрим да основной акцент будет делаться все таки на обязанности подданных и если даже рассуждать об обязанностях правителей то это обязанности прежде всего какого-то скажем так богоугодного вот этого пуританского эксперимента да и обязанность подданных слушаться правителей которые ведут вот как раз этот народ там бога избранные скорее всего народа ведут к правильным каким-то целям да вот этой дорогой религиозного служения религиозной миссии то постепенно вот уже в восемнадцатом особенно веке начинают смещаться акценты речь будет идти о правах подданных прежде всего и об обязанности правителей эти права соблюдать да то есть слова то казалось бы употребляются те же самые речь идет вот о том же вот этом фундаменте власти фундаменте системы управления только акценты будут расставляться совершенно иные ну вот в качестве примера я привожу один из памфлетов это совсем не радикал уильям хаббард и название его работы счастье людей счастья народа в мудрости их правителей но опять же таки это очень важно счастье людей но и чем для нас тоже интересно это сочинение хаббарда в том что он пусть не столь радикально как родер уильямс но призывает к политике веротерпимости да у меня на одной из лекций уже был вопрос вот как раз они терпимости массачусетских пуритан это тоже очень сложно себе представить вот всю эту дорогу которую пуританская новая англия прошла все-таки к принятию признание принципа веротерпимости который становится одним из тоже уже символов американской революции конца 18 века собственно говоря семейство вот мезеров и и коттонов да это семьи крайне влиятельных пуританских интеллектуалов и собственно говоря эти люди не только у них фамилия очень это сказать перекликается джон коттон будет еще наверняка может быть слышали коттон мезер да вот инкрис мезер один из руководителей гарвардского колледжа который вот в конце 17 века все равно делает акцент на необходимость выполнения религиозной миссии то есть главная задача у правителей массачусетса с его точки зрения и это точка зрения 70-х годов начала 80-х годов 17 века миссия правителей прежде всего вот следовать какой-то такой дорогой которая так сказать освещена божественной волей но происходит славная революция и резко меняется тональность выступлений в том числе и таких людей как сейчас я немножко переметнусь да таких людей как а инкрис мезер почему это происходит но дело в том что массачусетс переживает очень очень сложные времена восьмидесятые годы 17 века массачусетс лишается казалось бы всех своих завоеваний такого вот в рамках пуританского эксперимента дело в том что массачусетс лишат хартии массачусетс по сути дела лишат действительно система представительного правления в эту колонию назначат генерал-губернатора и будет ощущение генерал-губернатор естественно будет адептом англиканской церкви англикане захватят всю систему управления на очень короткий период времени это будет происходить массачусетсе но это будет период наиболее травматичной скажем так для пуританской колонии и в какой-то момент даже будет создан такой очень интересный политический организм под названием доминион новая англия он просуществует очень недолго доминион будет существовать с 1686 года по 89 год то есть на самом деле три года и и жители новой англии восстанут против вот вот этого военного правления по сути дела губернатора назначенного из англии восстанут как только станет известно о событиях славной революции в англии и вот обосновывая свое сопротивление очень важный такой момент на самом деле в исторической памяти пуритан вот эти события 1689 года будут жить на протяжении поколений они будут вспоминать об этих событиях уже когда будет начинаться американская революция война за независимость в 1775 году так вот интересно как они будут обосновывать свое восстание вообще вот эти вот тираноборческие идеи существовали в пуританизме ну по сути дела с самого начала существования и этого религиозного движения течение и тираноборческие эти идеи но их истоки в эпохе правления марии тюдор кровавый да когда ряд англиканских священнослужителей смог они смогли убежать на континент причем это были в общем высшие иерархии англиканской церкви такие как кристофер гудман джон понет они будут писать очень терноборческие такие трактаты о политической власти и будут провозглашать право подданных восстать против неправедного тирана но неправедный тиран это прежде всего правитель который ну навязывает католицизм то есть ведет совершенно неправильную религиозную политику в государстве и казалось бы люди которые восстали против ставленника якобы первого католика не скрывавшего свои католические пристрастия должны были бы своих многочисленных памфлетах и так сказать критиковать вот эту систему доминиона до правителя доминиона а именно за такую склонность католицизму но нет удивительным образом прежде всего они рассуждают о наступлении на их права как подданных английской монархии вот я пишу что удивительно метаморфоза как раз происходит с политическими воззрениями ингриса мезера совсем недавно он рассуждал прежде всего а такой религиозной составляющей всех этих колоний а вот в период выступления обосновывая причины по которым жители новой англии восстали и свергли королевского ставленника он перенимает вот политическую риторику вигов и рассуждает о нарушениях у меня почему-то здесь так сказать съелся последняя строчка до в этой презентации и рассуждает о нарушениях прав гражданских прав подданных английской короны и прежде всего о том что им их лишили права на представительное правление право и не только представительное правление как определенный элемент до политической такой системы но и право на то чтобы платить налоги только апатированными представителями этих налогоплательщиков которые заседают в колониальной ассамблее вот эта эпоха славной революции действительно интересно тем что в америке появляется очень много политических таких памфлетов очень коротеньких которые рассуждают прежде всего впервые ведь поднимается всерьез вот этот вопрос главный вопрос какие права у жителей колоний они такие же эти права как и у жителей митрополии или они каким-то образом отличаются да и вот автор британских памфлетов будут делать особый акцент на том что колонисты не утратили древние права и свобода англичан никто не вправе и их лишать их привилегий на самом-то деле это будет вот тоже очень такой дискус характерный и для уже предреволюционного десятилетия когда мы будем говорить вот об эпохе войны за независимость а здесь будет тоже важнейший вопрос подниматься о правах британских подданных живущих в северной америки но и вот эти события становятся очень важным рубежом и мы потихонечку конечно переходим в 18 век и и и сначала мы просуждаем чуть-чуть о концепции веротерпимости которая начинает тоже серьезным образом развиваться в 18 веке ну дело в том что массачуссцу даровали новую хартию королевскую уже в самом конце 17 века и в этой хартии был провозглашен принцип веротерпимости для всех протестантов то есть пуританской церкви уже не приходилось рассчитывать на покровительство и защиту королевских губернаторов которые как правило были из англикан то есть вот это вот эпоха когда пуритане сами себе выбирали правителей из своей среды она уже безвозвратно закончилась для для массачуссца но удивительным образом не закончилась в рода линде коннектикуте там они сохранили эти традиции вот самоуправление и если мы говорим конечно о проблемах веротерпимости или нетерпимости то прежде всего конечно мы вспомним о событиях с эленской видовской такой истерии 1692 года на мой взгляд совершенно не случайно то что эта истерия началась год после того как в массачуссце появилась новая королевская хартия потому что опять-таки не буду углубляться в проблемы видовской истерии но чаще всего эти события возникают тогда когда нужно найти ну скажем так козла до отпущения на кого возложить вину у пуритан будет ощущение в конце 17 века то есть вот в конце 80-х годов начале 90-х годов 17 века что ну их вот этот пуританский эксперимент потерпел неудачу пуританская церковь не является главной господствующей церковью в колонии губернаторов назначают из лондона они не избирают из своей среды и так далее они вынуждены терпеть представители иных протестантских течений на территории казалось бы совсем недавно вот исключительно пуританской и вот складывается некое представление о таком особом заговоре дьявольском естественно заговоре который вот существует против новой англии но и вот на этой волне и начинает развиваться селемская такая истерия но почему для нас это тоже важный рубеж когда мы рассуждаем а вот некой эволюции политических прежде всего принципов идей концепции новоанглийского пуританизма но дело в том что вот эти события селемской селемских процессов во многом ну скажем так пошатнули некий такой авторитет престиж пуританских священников которые расписались в ходе тех событий ну собственные скажем так несостоятельности они не смогли выработать какие-то скажем так критерии определение видим и и собственно говоря кого нужно прежде всего наказывать вот во время этих процессов и в какой-то момент общество скажем так пуританское общество еще совсем недавно столь активно жившие вопросами религии ну скажем так это общество начинает куда более спокойно относиться к своей религиозной миссии наверное вот на этом фоне на первый план и начинает постепенно уже выходить непосредственно такие светские идеи идеи просвещения идеи общего блага но безусловно идут вот эти процессы секуляризации которых мы конечно упоминаем говоря применительно вот к этой эпохе конце 17 начала 18 века не нужно забывать о том что конечно британские колонии английские колонии в северной америки находятся вот таком непосредственном контакте с метрополии и тот же джон лог его сочинение прекрасно известны в колониях и начинает те же даже пуританские мыслители очень активно развивать вот эти идеи связанные с концепцией общего блага который объявляется основной цель основной целью деятельности всех светских властей до начинают говорить и о невмешательстве светской власти в религиозную сферу и здесь тоже очень важный такой персонаж для нас очередной уильямс только на этот раз уже не роджер уильямс а и лишь у уильямс который публикует трактат неотъемлемые права и свободы протестантов в которой как раз заявляет вот это знаменитая у него цитата он говорит о том что люди должны иметь свободу рассуждать на религиозные вопросы да по-моему я это выписала эту цитату нет не вижу ее и соответственно это все уже сороковые годы 18 века да я должна немножко ускоряться к сожалению готовы тут прям каждый год рассуждать что некоторым образом да чуть-чуть корректирует эту доктрины но в английского пуританизма но я просто да не хватит времени и наверное я думаю что вот это сочинение является своего рода неким таким венцом пуританской политической мысли это одна из самых самых известных проповедей когда-либо да и сочинений когда-либо написанных новоанглийскими пуританами это сочинение джонатана мэйхью опубликованная им по случаю столетия казни английского короля карла первого это самое известное сочинение тираноборческое сочинение пуритан в которых собственно в этом сочинении джонатан мэйхью всячески так сказать осуждает клеймит тираническое правление абсолютистскую такой форму правления карла первого в этой работе исследователи тоже находят массу просто таких текстуальных совпадений аллюзий с текстом декларации независимости вот с этим сочинением я думаю уже томас джефферсон был прекрасно знаком да эта работа как вы понимаете ну он читает это проповедь по случаю столетия то есть он читает ее в сорок девятом году но публикует ее в пятидесятом году эту проповедь и он рассуждает и о светской тирании они приемлемости светской тирании и точно так же рассуждает и о церковной тирании о том что это самое жестокое невыносимое там нечестивая форма тирании и все это происходит еще и на фоне попыток назначить в колонии британские колонии в северной америке назначить англиканского епископа вот самое интересное что англиканского епископа так и не назначат до начала войны за независимость но все это настолько всколыхнет колониальное общество потому что начнут рассуждать как раз вот опять-таки о неких прерогативах англиканской церкви в колониях о возможностях принуждения или не принуждения к вере которые может осуществлять вот этот вот англиканский епископ появится целый ряд карикатур которые так сказать вот высмеивают или так сказать каким-то образом так критикуют сам проект назначения епископа в америку на самом деле это всего лишь призрак он здесь и нарисован на карикатуре призрак просто который показался так сказать населению вот этого англиканского епископа но боятся что людей заставят платить налог на содержание да и вот здесь внизу так сказать есть такая надпись записка да нельзя же обязать тех людей которые сами себя там едва содержат содержать содержать еще и пископа видите один из колонистов держит в руках книжку джона лока и так далее одно из тоже там то сказать транспарантов да в новой англии нет места лордом не светским не духовным и так далее это все уже ну непосредственно перед по сути дела происходит перед началом революционных событий да и удивительным образом все попытки английских властей ужесточить управление американскими колониями да контроль по крайней мере да за американскими колониями все это в сознании колонистов начинает почему-то отождествляться с религиозной тиранией да никаких попыток собственно наступления на религиозные права американских колонистов лондонские власти не делают но тем не менее вот более того начинает вдруг отождествлять их действия с каким-то католическим заговором вот как вот на этой гравюре дьявол нашел пствует значит вот английскому премьер-министру нашептывает вот какие-то репрессивные планы в отношении американских колоний и но последний сюжет который я вот затрону перед тем как уже переходить когда к вашим вопросам а это участие священников пуританских священников в революционных событиях в новой англии потому что собственно говоря американская война за независимость начнется именно с событий прежде всего в бостоне для вот здесь приведены цитаты из сочинение лоялистов то есть людей которые сохранили верность английскому правлению английской короне они будут называть этих священников пуританских церквей черным полком священников десентеров да и будут говорить о том что когда священники вовлечены в политические баталии религия становится могущественным орудием способным либо поддержать либо прокинуть государство то есть о том что так сказать пуританские священники участвовали в тех событиях было очевидно и для сторонников американской независимости для патриотов и для их оппонентов и удивительным образом вот эти пуританские священники описывали революционные события в америке вновь в религиозных терминах вот в отличие от событий славной революции когда наоборот пуританские идеологи максимально скажем так забыли от религиозный дискурс и стали больше рассуждать таких светских скажем так терминах здесь события в америке изображались просто как битва между христом и антихристом и надо сказать что у колонистов ведущих эту борьбу за независимость ну появлялась какое-то совершенно особенное такое моральное что ли право оправдание то и вот ну как это одна из очень таких ярких цитат который мне нравится в литературе что благодаря участию священников в событиях войны за независимость прыху происходит с одной стороны как будто сакрализация политической борьбы и при этом секуляризация религиозных требований вот заканчивая сегодня скажу что конечно но в английский пуританизм если мы говорим о политической концепции новоанглийского пуританизма очень интересный такой сплав и религиозных идей абсолютно казалось бы светских и довольно последовательных демократических идей это ведь ну на мой взгляд некий такой мостик некий переход от традиционного религиозного сознания уже вот к светским идеям эпохи просвещения и ну на мой взгляд просто очень интересно всегда посмотреть некие каналы воздействий на рядовых колонистов как эти идеи постепенно становятся широко распространенными в обществе да как происходит вот этот интеллектуальный трансфер идеи далеко не все читают скажем так пусть и так сказать больших объемах публиковавшиеся пуританские проповеди но каким образом вот эти идеи доходят до основной массы колонистов это конечно такой вопрос который еще нуждается на в наших исследованиях спасибо вам большое за внимание да я спасибо спасибо между вопросов да то что для 18 века было революцией не совсем то что для нас сейчас революция то есть восемнадцатом веке даже большинство екатерины второе на престол тоже назывался революцией то есть это не было в современном смысле смены радикальной смены политической формации то для 20 века революция это вот такой радикальная смена политической формации поэтому мне кажется что то чем вам не кажется ли что современной точки зрения это не совсем революция с точки зрения 18 века да это революция потому что не сами себя называли революционерами но екатерина вторая тоже назывался революционер потому что она Свергла Петра. А вот второй вопрос. Я не очень понял. Вы сейчас рассказывали о том, что жители колонии Новой Англии отстаивали свои права, чтобы на них распространялись все те свободы и гарантии жителей Англии. А какая была аргументация у противоположной стороны, которые так не считали? Я не очень понимаю. Спасибо большое. Спасибо. Давайте начну со второго вопроса. Он коротенький. Один из судей, который рассматривал дела строптивцев, которые отказывались платить налоги, не ватированные колониальными ассамблеями. Это ведь еще история тянется и со времен английской революции, когда Карл I праве без парламента и собирая не ватированные парламентом налоги, нарушал главнейший принцип уже определенного рода политической. Такой принцип, я не знаю, фундаментальный закон, то, что они называли, fundamental law английской конституции, хотя конституции как таковой в Англии до сих пор не существует, писанной. Но конституции, то есть основной принцип некого государственного устройства, нельзя вводить налоги в отношении собственности, не спросив согласие представителей этих собственников в законодательном собрании. И когда как раз возник этот доминион Новой Англии, представительных учреждений не было, они не собирались, соответственно, все налоги были, ну, с точки зрения жителей колонии Новой Англии, они были незаконны, они были нелегитимны сборой этих налогов. И многие отказывались, в том числе и британские священники отказывались, такой Джон Уайс, его процесс над ним наделал много шума. Так вот, судья, рассматривавший его, говорил о том, что права английских подданных не последуют за ними на край света. То есть права существуют в Англии, свободы, которые были дарованы еще великой хартии вольностей, например. Но в Америке единственный закон – это приказ монарха. То есть совершенно иная формулировка. Она же, это все будет и дальше обсуждаться, вот, например, применительно уже к закону о гербовом сборе, да. Каким образом британский парламент вводит прямое налогообложение на собственность жителей Северной Америки, если жители Северной Америки в английском и британском парламенте не представлены, у них есть собственные законодательные учреждения, если они вводят для них налоги, они готовы платить. На самом деле проблема-то там была нисколько в размере налога, ничего подобного. А речь шла скорее вот о самой, ну, нарушении правовой традиции, да, вот, право на представительное правление, да. Ну, или они обсуждали, насколько они все-таки, да, при том, что этнические практически все они были англичане. Но в Англии свой такой этнический английский, скажем так, облик начнет немножечко терять только в сороковые годы девятнадцатого века, когда начнется массовый исход ирландцев, ирландских католиков, да, вот, в этот регион. И дальше уже, если мы говорим о девятнадцатом веке, будут вот волны католиков из Италии, вот, в том же Бостоне до сих пор есть район маленькой Италии. И потом уже исход евреев из Российской империи, это уже скорее восьмидесятых. Но в Англии не очень много. Вот самое интересное, в Новой Англии вплоть до начала сороковых годов немцы, это как раз уже конец восемнадцатого века. Они начинают активно переезжать, но они снова в Пенсильвании, они не в Новой Англии, да. Но в Англии исключительно такая английская. Вот это вот тоже очень интересно порассуждать об английскости. Потому что тот же, например, Джон Адамс, будущий президент Соединенных Штатов, человек, который участвовать будет в континентальном конгрессе, который очевидный патриот такой, он будет в своих сочинениях и в тексте писем писать о том, что Новая Англия, она и Бостон намного лучше, чем, например, Филадельфия. Почему намного лучше? Да потому что Бостон более английский, да. И, так сказать, нравы наших жителей скорее английские, и архитектура у нас больше напоминает английский образец. Вот это удивительно, как Новая Англия, прежде всего, да, восстает против Старой Англии, при этом постоянно апеллируя вот к неким таким исконным правам, которые существуют, да, для англичан. И это дает как раз основание, я тут перехожу к другому вашему вопросу, для ряда исследователей такого очень консервативного плана говорить о том, что в ходе американской революции революционеры, если их называть революционерами, они вроде бы ничего нового-то и не требовали. Они хотели лишь того, чтобы, ну, за ними были вот закреплены, зафиксированы те права, которые, ну, якобы существовали изначально. Но на самом деле в полном объеме этими правами они все-таки, наверное, никогда не пользовались. Я, конечно, все-таки склонна называть эти события революции, политической революцией, в современном смысле этого слова, потому что идет формирование совершенно новых органов власти. Причем, что интересно, этот процесс формирования органов власти идет сначала на уровне отдельных, маленьких государств, да, не будем забывать, что слово штат, это, в общем, по сути дела, слово государство. И первая конституцию, там, принимает Виргиния или Массачусетс, или Нью-Йорк. И это совершенно тоже разного рода эксперименты, которые идут вот во второй половине 70-х годов. Где-то однопалатное законодательное собрание, где-то двухпалатное, где-то есть имущественный ценз, где-то он отменяется, где-то сохраняется вот эта институция губернаторской власти, где-то губернатор заменяет исполнительным советом и так далее. То есть, ну, не так просто возникла американская конституция 1787 года, потому что перепробовано было много вариантов, да. Вот, и на мой взгляд, ну, по крайней мере, с точки зрения вот этого политического такого творчества, это, безусловно, все-таки была, наверное, революция. Хотя сложно назвать вот тот режим, который, так сказать, установила Великобритания в своих колониях в Северной Америке, сложно его назвать абсолютно таким тираническим и, так сказать, отрицавшим все права и свободы. Они в какой-то момент их будут лишать жителей отдельных колоний, как, ну, в наказание, по сути дела, за непокорное поведение. Но сказать, что Англия, скажем так, главный душитель демократии во второй половине XVIII века, ну, наверное, язык не повернется на это. И даже удивительно, когда мы смотрим политические карикатуры той эпохи, которые абсолютно бесцензурны, они, так сказать, имели очень широкое хождение, в этих карикатурах высмеивается фигура монарха, первых, так сказать, первых лиц, да, вот, правительства. То есть говорить, конечно, о тираническом правлении Англии в отношении колоний, наверное, все-таки не приходится, но определенного рода, да, наступления на права колонистов были. Спасибо большое, спасибо. 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 Спасибо.